Есть ли предпосылки к тому, что подорожает социальный хлеб или нет? И есть ли предпосылки к тому, что подорожает элитный хлеб, чтобы таким образом сохранить цену на социальные сорта, чтобы люди могли покупать этот хлеб по более дешевой цене? Что касается социальных сортов, так называемых, значит, здесь есть у нас подписан меморандум. И по этому меморандуму мы договорились о том, что у нас есть слои населения, которые, в принципе, так сложилось, что они не могут себе позволить лишнего. Эта цена зафиксирована. Предприятия, которые выпускают хлеб, они свою экономику некоторым образом перестроили. Перестроили за счет того, что действительно, если где-то что-то убывает, где-то должно прибавиться. Поэтому те сорта, которые, и пирожные, например, в том числе, они действительно, рассыпая цена в апреле, они чуть-чуть там превышают. Но на социальные сорта у нас как бы цена зафиксирована. В этом году, слава богу, в прошлом году был скачок небольшой, но он был тоже как бы обоснованный. Он обоснован не потому, что у нас что-то меняется в производстве, не потому, что у нас там резко где-то увеличивается мука. Это был разговор о цене на газ. Был разговор о цели на электроэнергию. И вот эта цена, она сформировала вот такую брешь, которую необходимо было закрывать. И было принято решение о том, что за счет тех, как вы говорили, сортов, которые есть, там разбавили немножко, чуть-чуть приподняли незначимо.